Прошло более суток с момента нового объявления президентом страны о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Их предприниматели без всякого преувеличения ждут с нетерпением, ведь в нынешней ситуации дорог каждый день. Между тем, в коммерческих банках, похоже, так не считают. Отворот-поворот получил даже федеральный министр, который ради эксперимента попытался взять кредит. Уже ни для кого не секрет, что меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, анонсированные в начале апреля, практически не работают. Напомним, что теоретически, начиная с 6 апреля, наиболее пострадавшие предприниматели могли бы получить сумму, эквивалентную одному размеру минимальной оплаты труда на зарплату работнику. То есть кредит на срок до полугода с нулевой ставкой в первые 6 месяцев и 4% в следующие. Однако на практике все обстоит по-другому. Издание «Коммерсант», ссылаясь на данные федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пишет, что отклонены были до 80% заявок. С этим столкнулась и тверская компания «МК-сервис», всем известная как гостиница «Турист», получившая отказ в промсвязь банки, даже несмотря на то, что она сотрудничает с этой организацией в рамках зарплатного проекта. Вот какой ответ получил бухгалтерия этого предприятия на свой запрос в ПСБ. К сожалению, по заявке на выдачу кредита без бумаг зарплатный принято отрицательное решение. Банк оставляет за собой право не озвучивать причину отказа. Ваш ПСБ. Похожий ответ получил и бизнес-центр «Тверь», в котором располагается знаменитый отель «Панорама». Между тем, они относятся к критически важным инфраструктурным объектам города. Впрочем, как уже говорилось, от ворот по ворот у банкиров получил даже федеральный министр экономики Максим Решетников, который ради эксперимента попытался вместе с предпринимателями получить антикризисный займ. О результатах он доложил премьер-министру Мишустину. С предпринимателями прозванивал в понедельник горячей линии трех банков. Информация в целом адекватно рассказывают, но кредиты получить нельзя. То рассказывают, что правительство что-то не приняло, то просто говорят, звоните позже, значит, выдадим в мае. Льготные кредиты для банков убыточные, поскольку административные расходы они берут на себя, заявил министр, объясняя логику поведения банков, чем вызвал большое раздражение премьер-министр страны. Что значит убыточное или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется. И фактически по объему, да, мы сегодня сказали, что это примерно 150 миллиардов, да, чтобы у нас была практически картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень. Ну как так? С тем, что меры поддержки малого и среднего бизнеса фактически не работают, согласен и глава государства. Неудивительно, что Владимир Путин заявил, что не меньше 70% таких зарплатных кредитов надо гарантировать деньгами госкорпорации веб.рф. Далее он считает, что саму программу надо расширить. Кроме того, президент озвучил, что необходимо предоставить малым и средним предприятиям напрямую безвозмездную помощь от государства, в дополнение к ранее объявленным мерам поддержки, чтобы каждый сотрудник организации, прекративший работу, получил выплату в размере МРОД по 12 130 рублей. Эксперты позитивно оценили новые инициативы Владимира Путина. Это, конечно, в целом не решит пока проблем, но это, скажем так, уже первые такие прямые моменты, которые смогут как минимум помочь тем компаниям, тем малым предприятиям по сохранению рабочих мест. Это сейчас самое основное, самое главное. Но, как показала практика реализации предыдущих мер, предложенных президентом страны, бизнес-сообществу радоваться пока рано. Банковская бюрократия способна выхолостить любые, казалось бы, конкретные шаги. Поэтому очень важно предельно четко расписать алгоритм исполнения указаний главы государства. Он должен быть предельно прост и, самое главное, реализовываться должен быстро. Предприятия малого бизнеса должны получать помощь незамедлительно. Если это соответствующие органы власти реализуют, это будет действительная поддержка. Хочется надеяться, что отечественные банки не заставят президента страны в третий раз обещать бизнес-сообществу меры поддержки. С их стороны было бы неразумно игнорировать прямые указания главы государства. Ибо если для них распоряжение самого президента не указ, то так станут поступать и другие хозяйствующие субъекты. А это грозит полным хаоса в стране. Наш же телеканал со своей стороны продолжит пристально следить за ситуацией. Ведь вопрос выживания предпринимательства сегодня как никогда является критически важным для сохранения экономики нашего государства, на которой базируются все остальные сферы жизни.